Антон Павлович Чехов. В приюте для неизлечимо больных и престарелых. Читает Геннадий Постригайло. Каждую субботу вечером гимназистка Саша Янякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в Эннский приют для неизлечимо больных и престарелых. Там живет ее родной дедушка Парфений Савич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины. Вырезанная из нивы купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на ногу и женщину и прочее. В углах паутина, на столе крошки и рыбья чешуя. Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, без зубы рот, вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину. — Ну что? — спрашивает дедушка, подходящую к ручке Сашу. — И что, твой отец? Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать. — Все еще по трактирам на фортепьянах играет? — Так-так, все это от непослушания, от гордыни. На твоей вот этой матери женился и дурак вышел. Да, дворянин, сын благородного отца, а женился на... Тьфу! На ней вот, на актрисе, Сережкиной дочке. Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил. Реви, реви, матушка, я правду говорю. Хамка была, хамка и есть. Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза. Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфене Савич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает. — Пейте! — говорит он, наливая три большие чашки. — Пей, актриса! Гости берут в руки чашки. Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя, дедушка обидится. После чая Парфене Савич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее со слезливым умилением, начинает ласкать. — Ты, внучка знатной фамилии, не забывай, кровь наша не актерская какая-нибудь. Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трымблянет. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные. Спроси-кася, кем я был, удивишься. И дедушка, гладя костлевой рукой Сашину головку, рассказывает. — У нас во всей губернии было только три великих человека. Граф Егор Григорьевич, губернатор, и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие. Богат я, внучка, не был. Всего-навсего было у меня паршивые землицы, десятин тысяч пять, да смертных душ шестьсот, и больше не шута. Не имел я связи ни с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, не философом. Человек как человек, одним словом. А между тем, слушай, внучка, ни перед кем шапки не ломал. Губернатора Васи звал, пресвященному рук пожимал, и графу Егору Григорьевичу наипервейший друг был. А все потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей. После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытие. Говорит он долго, с увлечением. Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились, бормочет он, между прочим. Баба морщится, а мужику смешно. Мужики смеются, ну и сам засмеешься, и весело тебе станет. Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу влезть на крышу и читать от Эда вслух Юрия Милославского, дочитать так, чтоб мне в комнатах слышно было. А коль духовное не действовало, действовало телесное. Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, человек подобен теории без практики, он замечает, что наказанию нужно противополагать награждение. За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо. Стариков на молоденьких женил, молодых отрекрученный освобождал и прочее. Веселился во время она дедушка так, как теперь никто не веселится. Музыкантов и певчих был у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкой заведовал у меня Жит, а певческой — Дьякон Растрига. Жит был большой музыкант. Черт так не сыграет, как он проклятый играл. На контрабасе бывало выводил с шельма такие и кивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипки не выведет. Учился нотом он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в ем — тухлый рыбой вонял, да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку вставить. Растрига тоже не дурак был, и ноты знал, и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел. Баба в толстоголосии с басами равнялась. Мастер был разбойник. Видом был важный, сыновитый. Пьянствовал только сильно. Но ведь эта внучка кому как, кому вредно, а кому и полезительно. Певчему надо пить, потому от водки голос гуще становится. Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а растриги ничего не платил. Жил он у меня на одних только харчах и жалования натурой получал. Крупой, мясом, солью, девочками, дровами и прочее. Жилось ему у меня как коту, хоть я частенько и порол его на воздусях. Помню, раз разложил я его и сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и... Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна, как полотно и слегка дрожит. — Мама, пойдем домой, мне страшно. — Чего тебе, внучка, страшно? Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жмется к матери. — У нее, должно быть, головка болит, — говорит извиняющимся голосом мать. — Пора уж ей спать. Прощайте. Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке, и красная шепчет ему что-то на ухо. — И не дам, — бормочет дедушка, хмуря брови и шамкая губами. — И ни копейки не дам. Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки. Будет вас баловать. Вам благодетельствуешь, а от вас, кроме дерзких писем, ничего не видишь. Чай, знаешь, какое письмо прислал мне на медне твой муженек? Скорей, пишет, по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем перед Плюшкиным унижаться. — А? Это отсюда родному. — Ну, вы его простите, — просит Сашина мать. Он так несчастлив, так нервен. Долго просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загораживая его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку. Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно опасаясь опачкаться, быстро сует ее в карман. Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта. — Мама, не води меня к дедушке, — дрожит Саша. — Он страшный. — Нельзя, Саша, надо ходить. Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть. Отцу твоему негде взять, он болен и пьет. — А зачем он пьет, мама? — Несчастный. Оттого и пьет. Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили. Он рассердится и будет от этого много кашлять. Он гордец и не любит, чтобы мы просили. Не скажешь? В сарае Был десятый час вечера. Кучер Степан, дворник Михайла, кучеров внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, 70-летний старик, приходивший каждый вечер во двор продавать селедки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. В открытую настежь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа, видны были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными сумерками, и только четыре окна одного из флигелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен к дверям, перекрещивались с тенями, падавшими от фонаря и игроков, дрожали. За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшни, были лошади. Пахло сеном, да от старого никандра шел неприятный селедочный запах. В короли вышел дворник. Он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок. — А теперь, кому хочу, тому голову срублю, — сказал он. Алешка, мальчик лет восьми, с белобрысой, давно не стриженной головой, у которого до короля не хватило только двух взяток, сердитый с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился. — Я, дед, под тебя буду ходить, — сказал он, задумываясь над картами. — Я знаю, у тебя дамка бубней. — Ну-ну, дурачок, будет тебя думать, ходи. Алешка несмело пошел с бубнового валета. В это время со двора послышался звонок. — А чтоб тебя, — проворчал дворник, поднимаясь, — иди, король, ворота отворять. Когда он немного погодя вернулся, Алешка был уже принцем, селедочник — солдатом, а кучер — мужиком. — Дело выходит дрянь, — сказал дворник, опять усаживаясь за карты. — Сейчас докторов выпустил. Не вытащили. — Да где им? Почитай, только мозги расковыряли. Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора. — Без памяти лежит, — продолжал дворник. — Должно помрет. — Алешка, не подглядывай в карты, псенок, а то за ухи. — Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор, только что приехали. Вою этого плачу, не приведи бог, — сказывают один сын. Горе. Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля. — Завтра велено в участок, — сказал дворник, — допрос будет. — А я что знаю? Не ж я видел. Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит. — Опусти, — говорит, — в почтовый ящик. А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было. Гулять пошли. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из леварвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарк на весь двор голосит. — Великий грех, — проговорил сиплым голосом селюдочник и покрутил головой. — Великий грех. — От большой науки, — сказал дворник, подбирая взятку. Ум за разом зашел, бывалче по ночам сидит и все бумаги пишет. — Ходи, мужик. А хороший был барин, из себя белый, чернявый, высокий, порядочный был жилец. — Будто всему причиной тут женский пол, — сказал кучер, хлопая козырной деветкой по бубновому королю. — Будто чужую жену полюбил, а своя опостылила. — Бывает. — Король бунтуется, — сказал дворник. В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах флигеля замелькали тени, похожие на танцующие пары. Раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги. — Должно опять доктора пришли, — сказал кучер. — Забегается теперь ч наш Михайло. Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. Алешка испуганно поглядел на своего деда, потом на окна и сказал. — Вчерась около ворот он меня по голове погладил. Ты, — говорит, — мальчик, из какого уезда? Дед, а кто это выл сейчас? Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре. — Пропал человек, — сказал он немного погодя и зевнул. — И он пропал, и детки его пропали. Теперь детям на всю жизнь срам. Дворник вернулся и сел около фонаря. — Помер, — сказал он, — послали за старухами в богодельню. — Царство небесное, — прошептал кучер и перекрестился. Глядя на него, Алешка тоже перекрестился. — И нельзя таких поминать, — сказал селедочник. — А чего? — Грех. — Это верно, — согласился дворник. — Теперь-ча его душа прям в ад, к нечистому. — Грех, — повторил селедочник. — Таких ни хранить, ни отпевать, а все равно, как падаль и без всякого внимания. Старик надел картуз и встал. — У нашей барыни-генеральши тоже вот, — сказал он, надвигая глубже картуз. — Мы ищ тогда крепостными были. Меньшой сын тоже вот так от большого ума из пистолету себе в рот выпалил. — По закону, выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем. А барня, значит, чтобы сраму от людей не было, подмазала полицейских и докторов, и такую бумагу ей дали, будто сын в горячке, это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. Похоронили его, значит, с попами, честь честью, музыка играла, и положили под церковью. Потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил, и вся его там родня похоронена. Только вот это самое, братцы, проходит месяц, проходит другой, и ничего. А на третий месяц докладывает генеральше, и из церкви этой самой сторожа пришли. Чего надо? Привели их к ней, они ей в ноги. Не можем, говорят, ваше превосходительство служить. Ищите других сторожей, а нас сделайте милость, увольте. — Почему такое? — Нет, говорят, никакой возможности. Ваш сынок всю ночь под церковью воет. Алешка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. — Генеральше сначала и слушать не хотела, — продолжал старик. — Все это, говорит, у вас у простонародья от мнения. Мертвый человек не может выйти. Спустя время сторожа опять к ней, а съем дичок. — Значит, и дичок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дело плохо. Заперлась со сторожами у себя в спальне и говорит. — Вот вам, друзья, двадцать пять рублей, — говорит, а за это вы ночью потихоньку, чтобы никто не видел и не слыхал, выройте моего несчастного сына и закопайте его, — говорит, за кладбищем. И, должно, по стаканчику им поднесла. Но сторожа так и сделали. Плита-то с надписом «Под церкви и посейчас», а он-то сам генеральский сын за кладбищем. — О, Господи, прости нас, грешных, — вздохнул селедочник. — В году только один день, когда за таких молиться можно. Троица на суббота. Нищим за них подавать нельзя, грех. А можно за упокой души птиц кормить. Генеральша каждые три дня на перекресток выходила и птиц кормила. Раз на перекрестке, откуда ни возьмись, черная собака подскочила к хлебу и была такова. Известно, какая это собака. Генеральша потом дней пять, как полоумная, не пила и не ела. Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится. — Ну, прощайте, братцы, дай вам Бог, царица небесная. Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота. Селедочник и дворник вышли. Кучер и Алешка тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае. — Жил человек и помер, — сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени. — Сегодня утром тут по двору ходил, а теперь мертвый лежит. — Придет время, и мы помрем, — сказал дворник, уходя с селедочником, и их обоих уже в потемках не было видно. Кучер, а за ним Алешка, несмело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама с большими заплаканными глазами и седой благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберных стола, вероятно, за тем, чтобы положить на них покойника. И на зеленом сукне столов видны были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынею зеркало. — Дед, а что они делают? — спросил шепотом Алешка. — Сейчас его на столы класть будут, — ответил дед. — Пойдем, дедка, пора спать. Кучер и Алешка вернулись в сарай, помолились Богу, разулись. Степан лег в углу на полу, Алешка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно воняло гарью от потушенного фонаря. Немного погодя, Алешка поднял голову и поглядел вокруг себя. Сквозь щели дверей виден был свет все от тех же четырех окон. — Дед, мне страшно, — сказал он. — Ну, спи, спи. — Тебе, говорю, страшно. — Да чего тебе страшно, экой баловник? Помолчали. Алешка вдруг выскочил из саней и, громко заплакав, подбежал к деду. — Ну, что ты, чего тебе? — испугался кучер, тоже поднимаясь. — Воет. — Кто воет? — Страшно, дед, слышь. Кучер прислушался. — Эт, плачут, — сказал он. — Ну, поди, дурачок, им жалко, ну и плачут. — Я в деревню хочу, — продолжал внук, всхлипывая и дрожа всем телом. — Дед, поедем в деревню к мамке, поедем, дед, милый, бог тебя за это пошлет, царство небесное. — Эк, и дурак, а! Ну, молчи, 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 я фонарь засвечу, дурак. Кучер нащупал спички и зажег фонарь, но свет не успокоил Алешку. — Дед Степан, поедем в деревню, — просил он, плача. — Мне тут страшно, ой, как страшно. Незачем ты, окаянный, меня из деревни выписал? — Это кто это, окаянный? А не ж можно законному деду такие неосновательные слова, а? Выпарю. — Выпари, дед, выпари, как Сидорову козу, а только свези меня к мамке, сделай божескую милость. — Ну, ну, внучек, ну, — зашептал ласково кучер. — Ничего не бойся, мне и самому страшно, ты Богу молись. Скрипнула дверь, и показалась голова дворника. — Не спишь, Степан? — спросил он. — А мне всю ночь не спать, — сказал он, входя. — Всю ночь отворяй ворота да запирай. — Ты, Алешка, что плачешь? — Ну, страшно, — ответил за внука кучер. Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал. — Плачут, мать глазам не верит, страсть как убивается. — И отец тут? — И отец. Отец ничего, сидит в головушке и молчит. Детей к родным унесли. — Ну что, Степан, в своего козыря сыграем, что ли? — Давай, — согласился кучер, почесываясь. — А ты, Алешка, ступай, спи. Женить пора, ревешь, подлец. Ну, ступай, внучка, иди. Присутствие дворника успокоило Алешку. Он несмело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему услышался полушепот. — Бью и наваливаю, — говорил дед. — Бью и наваливаю, — повторял дворник. Во дворе позвонили. Дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила. — Бью и наваливаю. Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его, глаз вскочил и заплакал, было уже утро. Дед храпел, и сарай не казался уже страшным. Ворона Было не больше шести часов вечера, когда блуждавший по городу поручик Стрякачев, идя мимо большого трехэтажного дома, случайно бросил взгляд на розовые занавески билетажа. — Тут мадам Дуду живет, — вспомнил он. — Давно уж я у нее не был. Не зайти ли? Но прежде чем решить этот вопрос, Стрякачев вынул из кармана кошелек и робко взглянул в него. Увидел он там один скомканный, пахнущий керосином рубль, пуговицу, две копейки и больше ничего. — Да, мало. — Ну да ничего, — решил он. — Зайду так, посижу немножко. Через минуту Стрякачев стоял уже в передней и полной грудью вдыхал густой запах духов и глицеринового мыла. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя, но что можно обонять в любой женской так называемой одинокой квартире. Смесь женских почулей с мужской сигарой. На вешалке висело несколько манто, ватерпруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году. Пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера. Одна дверь вела в гостиную, другая — в комнату, где мадам Дуду спала или играла в пикет с учителем танцев в ронде, старцем, очень похожим на Аффенбаха. Если взглянуть в гостиную, то прямо видна была дверь, и из нее выглядывал край кровати с кисейным розовым пологом. Там жили воспитанницы мадам Дуду, Барб и Бланш. В зале никого не было. Поручик направился в гостиную, и тут увидел живое существо. За круглым столом, разваляясь на диване, сидел какой-то молодой человек с щетинистыми волосами, с синими мутными глазами, с холодным потом на лбу и с таким выражением, как будто вылезал из глубокой ямы, в которую ему было темно и страшно. Одет он был щегольски, в новую триковую пару, которая носила еще на себе следы утюжной выправки. На груди болтался брелок, на ногах лакированные штиблеты с пряжками и красные чулки. Молодой человек подпирал кулаками свои пухлые щеки и тускло глядел на стоявшую перед ним бутылочку зелькерской. Тут же на другом столе было несколько бутылок и тарелка с апельсинами. Взглянув на вошедшего поручика, Франт вытращил глаза, разинул рот. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад. Во Франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого он недалее, как сегодня утром, распекал в канцелярии за безграмотно написанную бумагу и за то, что слово «капуста» он написал так «ко-пу-с-ста». Филенков медленно поднялся и уперся руками о стол. Минуту он не спускал глаз с лица поручика и даже посинел от внутреннего напряжения. — Ты как же это сюда попал? — строго спросил у него Стрекачев. — Я ваше благородие, — залепетал писарь, потупив взор. — На дне рождения, при всеобщей повинной военности, когда всех уравняли, которые... — Я тебя спрашиваю, как ты сюда попал? — возвысил голос поручик. — И что это за костюм? — Я ваше благородие чувствую свою виновность, но ежели взять, что при всеобщей повинной военной всеобщности всех уравняли, и к тому же, как я всё-таки человек образованный, не могу на дне рождения мамзель Барб существовать в форме нижнего чина, то я и надел он и костюм, соответственно, своему домашнему обиходу, как я есть, значит, и потомственный почётный гражданин. Увидев, что глаза поручика становятся всё сердитее, Филёнков умолк и нагнул голову, словно ожидая, что его сейчас трахнут по затылку. Поручик раскрыл рот, чтобы произнести «пошёл вон», но в это время в гостиную вошла блондинка с поднятыми бровями в капоте ярко-жёлтого цвета. Узнав поручика, она взвизгнула и бросилась к нему. — Вася! Офицер! Увидев, что Барб — это была одна из воспитанниц мадам Дуду — фамильярно с поручиком, писарь оправился и ожил. Растопырив пальцы, он выскочил из-за стола и замахал руками. — Ваше благородие, — заговорил он, захлёбываясь, — со днём рождения имею честь поздравить любимого существа. В Париже такое не сыщешь. Именно с огонь. — Трёх сотен их не пожалел, а шил ей этот капот по случаю дня рождения любимого существа. — Ваше благородие, — шампанского, занаврождённое. — А где бланш? — спросил поручик. — Сейчас выйдет, Ваше благородие, — ответил писарь, хотя вопрос относился не к нему, а к Барб. — Сию минуту. Девица а-ля компруне рвуар консоме. Мамедний купец из Костромы приезжал. Пятьсот отвалил. — Лёгкое ли дело пятьсот? — Я тысячу дам, только с первоначалу характер мой ваш. — Так ли я рассуждаю? — Ваше благородие, пожалтес. Писарь подал поручику и бар по стакану шампанского, а сам выпил рюмку водки. Поручик тоже выпил, но тотчас же спохватился. — Ты, я вижу, позволяешь себе лишнее, — сказал он. — Ступай-ка отсюда и скажи Демьянову, чтобы он тебя посадил на сутки. — Ваше благородие, да, может, вы думаете, что я какой-нибудь наесть свинья? — Так вы думаете? — Господи, да ведь мой папаша потомственный почётный гражданин, орденов-кавалер. Меня, ежели желаете знать, генерал крестил. А вы думаете, что ежели я писарь, то уже свинья? — Пожалуйте ещё стаканчик, шипучки. Барб, лупи, не стесняйся, за всё можем заплатить. При современной образованности всех уравняли. Генеральский или купеческий сын идёт на службу всё равно как мужик. — А я, Ваше благородие, был и в гимназии, и в реальном, и в коммерческом. — Ой, везде выгоняли. — Барб, лупи, бери радужную, посылай за дюжинкой. Ваше благородие, стаканчик. Вошла мадам Дуду, высокая полная дама с ястребиным лицом. За ней семенил в ронде, похожий на Афенбаха. Немного погодя вошла и бланш, маленькая брюнетка лет девятнадцати, со строгим лицом и с греческим носом, по-видимому, еврейка. Писарь выбросил ещё одну радужную. — Жарь на все! Жги! Позвольте мне эту вазу разбить! От чувствуств! Мадам Дуду начала рассказывать, что теперь всякая честная девушка может составить себе приличную партию, и что девушкам пить неприлично, а если она и позволяет своим девочкам пить, то только потому, что надеется, что мужчины порядочные. А будь мужчины другие, она и сидеть бы им здесь не позволила. От вина и соседства бланш у поручика стала кружиться голова, и он забыл о Писаре. — Музыку! — кричал отчаянным голосом Писарь. — Подавай музыку! На основании приказа за номером 120-м предлагаю всем вам танцевать. — Тише! — продолжал орать во всё горло Писарь, думая, что это не он сам кричит, а кто-то другой. — Тише! Я желаю, чтобы танцевали. Вы должны мой характер уважить. — Качучу! Качучу! Барб и бланш посоветовались с мадам Дуду. Старик в ронде сел за пианино. Танец начался. Филёнков, топая в такт ногами, следил за движениями четырёх женских ног и ржал от удовольствия. — Рви! Верно! Чувствуй! Альдерай! Примерзла! Немного погодя, вся компания поехала в колясках в Аркадию. Филёнков ехал с Барб, поручик с бланш, в ронде с мадам Дуду. В Аркадии заняли стол и потребовали ужин. Тут Филёнков до того допился, что охрип и потерял способность махать руками. Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать. — Кто я? Нет, я человек, я ворона, потомственный початный гражданин, — передразнил он себя. — У ворона ты, а не гражданин! Поручик, отуманенный вином, почти не замечал его. Раз только увидев в тумане его пьяную физиономию, он нахмурил брови и сказал, — Ты, я вижу, позволяешь себе очень. Но тотчас же потерял способность соображать и чокнулся с ним. Из Аркадии поехали в крестовский сад. Тут мадам Дуду простилась с молодежью, сказав, что она вполне надеется на порядочность мужчин, и уехала с Вронди. Потом потребовали для освежения кофе с коньяком и ликеров, потом квасу и водки и зернистой икры. Писарь вымазал себе лицо икрой и сказал, — А я теперь араб или вроде как бы нечистый дух. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. На другой день утром поручик, чувствуя в голове свинец, а во рту жар и сухость, отправился к себе в канцелярию. Филенков сидел на своем месте в писарской форме и дрожащими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, негладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слепались. Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик злой и не похмелившийся отвернулся и занялся своим делом. Минут десять длилось молчание, но вот глаза его встретились с мутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все. Красные занавесочки, раздирательный танец, Аркадию, профиль-бланш. — При всеобщей повинной военности, — завормотал Фиренков, — когда даже профессоров в солдаты берут, когда всех уравняли, и даже свободы гласности. Поручик хотел распечь его, послать к Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо. — А ну тебя к черту! — и вышел из канцелярии. Редактор субтитров А.Семкин